Здравствуйте! Вы смотрите утренний выпуск новостей в студии их ведущий Игорь Матаев. В начале выпуска коротко об актуальных новостях Алтайского края к этому часу. В два раза увеличится площадь особо охраняемых природных территорий в нашем регионе. Масштабные планы обсудили на заседании правительства региона. Уютнее и комфортнее теперь будет пациентом Краевого центра охраны материнства и детства. Здесь приступили к благоустройству территории. Как она изменится? Национальный стандарт, школьная форма утвердят в России. Как она теперь будет выглядеть? Узнайте через несколько минут. К 2025 году площадь особо охраняемых природных территорий в Алтайском крае увеличится вдвое и превысит полтора миллиона гектаров. Об этом сообщили на заседании правительства региона. В крае уже ведется работа по созданию на территории края национального парка с рабочим названием Тогул. Его площадь более 160 тысяч гектаров. На территории будущего национального парка зарегистрировано 43 вида животных и 29 видов растений, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу. Новые особо охраняемые природные территории создаются всего в 15 субъектах из 85 субъектов Российской Федерации. Природные особенности Алтайского края отвечают всем критериям, в соответствии с которыми утверждался список территорий, которым необходимо придать статус особой охраны. Федеральное законодательство запрещает заготовку дикоросов на охраняемых территориях, даже для личных нужд местных жителей. Минприроды края считают, что это ущемляет интересы населения. Ведомство внесло предложение о смягчении ограничений. Об этом губернатору Виктору Томенко доложил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попридухин. Положение разрабатывается федеральными органами власти, Минприродой. Наши предложения полностью сформированы и направлены на рассмотрение. Федеральный их приказ, наверное, будет. Да, будет обязательно и будет утверждение положения. В связи с этим мы получили устные заверения, что наши предложения приняты. Работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили в Бурнауле на 75%. Полностью готовы 11 объектов. Столько же участков дорог специалисты готовят к сдаче в эксплуатацию. На них заканчивают работы по благоустройству. Наносит дорожную разметку, устанавливают дорожные знаки и остановочные павильоны. На остальных 11 объектах работы продолжаются. На улице Мамонтово укладывают выравнивающий слой покрытия. Устанавливают бордюрный камень. Готовят основания под устройство тротуаров. Работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ведут на улице энтузиастов. По улицам Ткацкой и Эмилии Алексеевой ремонтируют существующие и обустраивают новые тротуары. На проспекте Комсомольском завершают фрезеровать дорожное покрытие. Уютнее и комфортнее станет территория крупнейшего детского медучреждения региона – Краевого центра охраны материнства и детства. Здесь приступили к благоустройству. Что именно изменится, узнала Мария Лобастова. Вот так по кочкам и маленьким дорожкам скорая помощь перемещается по территории Краевого клинического центра охраны материнства и детства. За 35 лет работы медучреждения здесь ни разу не меняли асфальт. Но две недели назад к служебным машинам добавилась дорожная техника – тракторы и бураям. Центр охраны материнства и детства вошел в девятку больничных комплексов, которым выделили средства на благоустройство территории – 40 миллионов рублей из Краевого бюджета. Территория должна быть тоже способствующая выздоровлению детей. Из Казахстана, из Киргизии, из Таджикистана у нас дети лечатся. Естественно, когда родители приезжают на свидания, и когда хорошая погода, вот как сегодня светит солнце, то есть хотелось бы выйти на улицу, посидеть с ребенком, пообщаться. Тендер выиграла подрядная организация, которая ранее благоустраивала территорию краевого психоневрологического диспансера. А на этом объекте за две недели рабочие уже демонтировали старый бордюр и асфальт. Начали работу с освещением, разбили клумбы и поставили часть забора, длина которого будет больше километра. На следующей неделе за работу возьмутся асфальтоукладчики. Им предстоит уложить почти 20 тысяч квадратных метров полотна. Еще появится новая парковка, газон, лавочки и несколько десятков фонарей. Работы на территории центра идут каждый день. Но, несмотря на высокий темп, о том, что учреждение в первую очередь детское, не забывают. Тракторы и другая громкая техника вместе с маленькими пациентами уходят на тихий час. Думают и о безопасности детей. Безопасности отводим в большую роль. Ограждающие ленты натягиваем. Плюс бригадиры постоянно смотрят, чтобы никто не заходил за эти ограждающие ленты. Где ямы есть, там устанавливаем сетки, для того, чтобы люди видели и не попали в яму. Но обходить ямы осталось недолго. Подрядчик обещает закончить работы до середины осени. Так что совсем скоро маленькие пациенты с родителями смогут прогуляться по новому асфальту. А путешествие по кочкам и маленьким дорожкам для них останется просто игрой. Мария Лобаства, Анатолий Фукс, Новости. Более миллиарда рублей получили многодетные семьи края, у которых родился третий и последующий ребенок. По данным на 21 августа поддержку получили около 18 тысяч семей. Ежемесячную денежную выплату предоставляют в Алтайском крае в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Добавлю, уже 8 тысяч алтайских семей направили материнский капитал на образование детей. Всего на эти цели перечислили 315 миллионов рублей. Эти средства семьи направляют на обучение ребенка в ВУЗе, школьных, дошкольных организациях, а также в учреждениях дополнительного образования. Направить средства материнского капитала на образование любого из детей можно, когда ребенку исполнится 3 года. Исключение – оплата детского сада. В этом случае маткапитала можно распорядиться сразу после рождения ребенка и получения сертификата. Школьная форма по ГОСТу, предварительный национальный стандарт утвердят в будущем году. Качество одежды, в которой ходят дети, по 4-8 часов в день изменится в лучшую сторону, уверены в Министерстве промышленности и торговли. Воздухонепроницаемость, гидроскопичность – основные критерии, которые закрепят в стандарте. Менять размер после стирки одежда не будет. Катышек больше не появится. С качеством формы изменится и цена. А вот насколько она подорожает, расскажем в следующих выпусках новостей. Что делать, если вы поранились на работе? Герой нашего следующего сюжета Сергей Валяев лучше всех знает ответ на этот вопрос. Он специалист по охране труда. Финалист конкурса «Лучший по профессии» с ним познакомилась Анна Муратова. Медик, следователь, охранник. В этой профессии нужно уметь все. Сергей Валяев работает в службе охраны труда. Уже 15 лет инструктирует новых сотрудников. Как оказать первую медпомощь, что делать при пожаре, да и просто, как вести себя на рабочем месте. На очном этапе конкурса «Лучший по профессии» нужно было показать весь опыт работы. Например, расследовать несчастный случай. Это расследование несчастных случаев по определенной обстановке. Каждому конкурсанту, участнику выдавалась информация. Обстоятельства, условного несчастного случая, надо было описать порядок проведения данного расследования. Такие проверки для Сергея – обычное дело. В рабочие будни бывают ситуации посложнее. Сотрудники часто травмируются на работе, попадают в ДТП. Именно опыт работы помог Сергею стать вторым из десяти на региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший специалист по охране труда». Говорит, главное в его профессии – это гибкий ум и рациональность. Те навыки, которые они должны усвоить, чтобы в дальнейшем минимизировать риск получения новым сотрудникам какой-то травмы. Стажировка проходит под наставничеством. То есть руководитель структурного подразделения, заведующий подстанцией скорой помощи назначает из числа наиболее опытных сотрудников наставника, закрепляет за ним молодого специалиста. Сергей Валяев в такого рода профессиональных конкурсах участвует впервые. Не надеялся войти даже в тройку финалистов. Результатом остался доволен. Да и награда порадовала – 40 тысяч рублей. Сертификат вручит лично Виктор Томенко. Награждение победителей и придеров конкурса «Лучший по профессии» пройдет сегодня в концертном зале «Сибирь». Анна Муратова, Михаил Лефуншан. Новости. К этому часу у меня все. Продолжим ровно в 13.00. Будьте с нами. Продолжение следует.